Известному английскому дирижёру и вокалисту Кристоферу Томасу не раз уплескали митрополитена Пера и Корнеги Холл. А вот в холле 1-й республиканской РКБ британцу довелось выступить впервые. В возглавляемый им хор из Женевы буквально впили с десятки глаз пациентов ожогового, хирургического и гастроотделений, забыв про перевязки и уколы. Я верю в силу музыки, я верю в красоту музыки. И когда нас пригласили выступить перед пациентами в вашей клинике, я нисколько не сомневался, что мы поможем им. Поможем им поскорее пойти на поправку. Инициатором пригласить Женевский хор с концертом в 1-й РКБ выступил заведующий ожоговым отделением Михаил Гордон. Решил пойти на эксперимент. Ход его мыслей. Живая вокальная религиозная музыка обладает магией. Магией любви и исцеления. В любом случае, лишним для пациентов это никогда не будет. Всякая музыка это что-то такое светлое. Отключаешься от своей хвори болезни, слушаешь. Тем более такая неожиданность, что вот певцы из Франции, из Швейцарии, многие вообще слов-то таких плохо знают. А тут живые люди оттуда говорят хорошие речи, поют приятные, хорошие песни. Музыкальный медицинский эксперимент прошел на ура. Артистов, пациенты долго не отпускали, аплодировали. А потом признавались о болячках, пусть и ненадолго, но забыли. Дай Бог, чтобы всем нам помогало это выздороветь. Я думаю, что настроение поднимает в первую очередь. А когда есть настроение, значит есть подвижка, есть выздоровление. Кстати, хор из Женевы в рамках проекта «Чайковский-175» выступит в Ижевске и в больших концертных залах. Но вот холл первой РКБ этим утонченным европейцам наверняка западет в душу больше всего. Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Спасибо.